А теперь рассмотрим оставшуюся часть цепочки. И CSS Loader, и Auto Prefixer Loader – это самые обычные лодеры. В них нет никаких хитрых питч-функций. То есть управление идет сюда, потом сюда, питч-функций нет, оно разворачивается. Выполняется основная функция этого лодера. Она читает CSS, добавляет в него префиксы для старых браузеров, в данном случае для двух последних версий, но это можно конфигурировать. И затем полученный CSS передается CSS Loader. У CSS Loader своя очень важная роль. Дело в том, что в CSS могут содержаться обращения к внешним ресурсам. В первую очередь это импорты и урлы. С точки зрения веб-пэка, и импорты, и урлы – это подключение сторонних модулей. То есть CSS Loader берет CSS, анализирует, и все импорты и обращения URL заменяет на require. Давайте посмотрим прямо в исходном коде. Вот у нас сборочка. И вот CSS я чуть-чуть прокручу. Здесь видно, что URL заменяется вот на такую штуку. И дальше еще один бэкграунд. Он тоже заменяется вот на такую штуку. А что же это за модули такие? Откуда они берутся? Они берутся по стандартному алгоритму веб-пэка. То есть в данном случае, анализируя этот CSS, CSS Loader преобразует вот этот вызов в require-plus.svg. Он проходит через стандартный веб-пэковский механизм лоадеров. В данном случае для статических файлов у нас используется такой вот лоадер, видите? .svg расширение, лоадер файл. Этот лоадер копирует этот файл в паблик и возвращает путь к нему. А как он его скопирует? Куда? Это определяется параметром name. Здесь для наглядности пока без параметра. Сейчас я запущу. И вот такие вот получились необычные имена, видите? Раз и два. Открою паблик. Вот теперь у нас раз файл, два файл. И в main.js, если посмотрим внимательно, наша CSS находится тут. Здесь URL подключает веб-пэк-рекуар 5. И веб-пэк-рекуар 5. Ну-ка ниже. Это закроем. Вот. Точка P это путь к корню паблика. В данном случае он у нас вообще есть. В данном случае он пустой, потому что он не указан. Можно указать publicPath. И тогда, после перезапуска, вот, сборочка обновилась. Теперь у нас исправленное место заведомо этот файл получается. То есть полный путь из директории паблика у него будет начать. Сборка получилась рабочей, но какой-то не очень красивой. Для того, чтобы у файлов были более красивые имена, давайте посмотрим на строчки у файл-лоудера, какие есть. Для этого заглянем вот в репозиторий. И здесь есть подробная информация для шаблонов имен файлов. Нужно задать параметр name и в нем указать, например, hash, если мы хотим hash от содержимого файла. Name для имени, x для расширения, path для пути. По умолчанию параметр name равен hash.ext. То есть hash.расширение, поэтому имена были такие страшные. А если мы сделаем, например, name.ext, то после сборки мы увидим, что в паблик появились такие вот аккуратные имена. С одной стороны красиво, с другой стороны возможны конфликты, потому что файлы с одинаковыми именами могут быть в разных поддиректориях фронтенда. Поэтому, чтобы это поправить, добавим путь. Path name.ext. Перезапускаю. И вот, что мы сейчас увидим. Видите, поддиректория меню и в ней минус svg, пласт svg. То есть четко скопировался путь отсюда. Вернемся к CSS-лоадеру. У него есть еще парочка интересных аспектов. Во-первых, что касается путей. Как мы знаем, в CSS, если путь не абсолютный, то он относительный. То есть такой вот image.png означает image.png из текущей директории, из той же, в которой лежит данный CSS-файл. Но в Node.js чуть-чуть по-другому. В Node.js, если пути не указаны, то подразумевается Node.models. И действительно бывают ситуации, когда мы через NPM поставили какую-то библиотеку со стилями, картинками, и мы хотим воспользоваться ресурсами, которые там лежат. Как нам это сделать в CSS? Для подобных ситуаций в вебпеке используется тильда. Тильда означает стандартный поиск внутри установленных модулей. То есть вот такой вот URL преобразуется в вот такой require. Соответственно, внутри Node.models будет искаться модуль и в нем имидж.png. Для демонстрации сейчас поставлю модуль flag-icon-css, который внутри себя содержит CSS-ку и картинки для всевозможных флагов. Поставилось. И теперь откроем этот модуль в редакторе. Вот. Вот CSS-ка, который можно подключить. И в ней находится класс для разнообразных флагов. Например, чтобы поставить флаг Бельгии, мне достаточно, подключив эту CSS, добавить вот этот класс. И тогда будет такой background-image. Это флаг 4х3. И здесь квадратный флаг тоже есть. В общем, на любой вкус. Теперь, когда модуль стоит, я сейчас в CSS-ку добавлю прямо вот в эту менюшную. Import, дальше tilde, flag-icon-css, slash-css, slash-flag-icon. Путь к этому файлу. Видите, редактор ругается, он говорит, что это за путь такой, не знаю его. Он-то не понимает, как рисовываются такие пути. Ну, ничего страшного. И теперь, в меню .jade, я, пожалуй, сделаю так, что фоном моего меню будет флаг Гондураса. Вот, flag-icon-hn. Теперь запускаю сборку. Собирается чуть дольше, вон сколько флагов. И затем открываю браузер. Меню будет выглядеть вот так. А если флаг Китая? Наверное, с пандами тематичнее Китай. Китай. Пересборка. Давайте я сделаю watch. Можно было бы в конфиг добавить опцию. Ну, для краткости и так. Обратим внимание, если я что-то меняю, то оно пересобирается достаточно быстро. Видите, 200 миллисекунд. То есть, изначально сборка медленная, но пересборка весьма шустрая. Смотрим в браузере. Теперь флаг Китая. Все хорошо. Если хочется совсем красиво, то можно придраться еще к такому моменту, что флаги, которые есть в этой CSS-ке, вебпэк копирует вот на такие вот пути. То есть, видите, у нас паблик, директория подчеркивания, в ней node-modules, флаг-iconcss и так далее. Почему так получилось? Да просто потому, что таковы правила преобразования пэф для ресурсов, которые лежат внутри node-modules. Как это поправить? Если хочется красоты, можно сделать как-то вот так, чтобы паблик-iconcss было в корне, а это нам уже не надо. Для этого мы воспользуемся еще одним параметром файл. Параметр называется regExp. Я могу указать какую-то часть пути, которую я хочу сохранить. В данном случае node-modules, слэш и точка, звездочка, все остальное. И теперь в name1 это будет как раз вот это. То есть, при указании regExp, все пути к файлам проходят через это регулярное выражение, и первая скобочная группа пойдет сюда, в путь имя. Соответственно, node-modules, слэш, флаг-iconcss, слэш и так далее, пойдет просто флаг-iconcss и так далее. Давай эту часть я удалю отсюда все, и пересоберу. Webpack. Ура! Оно положило именно туда, куда хотелось. Ну-ка, вот появились файлы. Единственное, тут не совсем хорошо получилось то, что для остальных файлов, то есть, которые вне node-modules, скобочной группы здесь не будет. То есть, реально будут кривые пути, если мы так сделаем для вообще всех файлов. Соответственно, можно сделать что? Можно дать include, сказать, что только внутри node-modules хочу, чтобы работал этот лодер вот с таким конфигом. И сделать еще дополнительную ветку тут, что для всех остальных, кроме node-modules, я хочу обычный path-name. Заметим, кстати, что 1svg появился в файл. Это как раз результат того, что вот этот лодер сработал на минус svg и плюс svg. И оба они скопировались сюда. Сейчас все будет хорошо. Я отсюда все удаляю. Пересобираю. Видите, 1svg, да? А сейчас на его месте. О, то, что следует. Пожалуйста, не принимайте вот этот вот ход как прям готовый рецепт, которым нужно пользоваться. Это просто один из вариантов, что вообще можно сделать. Оно и так, как было раньше, тоже отлично работало. Давайте я верну. Вот. Все будет загружаться, все будет показываться. Ну, пути будут немножко длиннее.